Недовольная Мария Васильевна. Что ж такое, Вовочка? Почему уроки за тебя постоянно делает мама? Так папа всегда чем-нибудь занят. Ты девушка и работаешь в мужском коллективе. Ожидание. Ты принцесса, которой ценят, берегут и носят на руках. Реальность. Ты теперь братан. Вчера ночью моя девушка одела полицейскую форму и сказала, что я арестован по подозрению, что я слишком хорошо занимаюсь с любовью. Через пару минут она меня отпустила. Сказала, что подозрения не подтвердились. Жена мужа отправила в магазин. Купи мне трусы и сеточку для волос. Мужик пришел в магазин. Дайте мне трусы с сеточкой для волос, продавщица. А семейники с ящиком для яиц не надо? Со мной поведешься, домой пьяным вернешься. В троллейбусе едет женщина. В одной руке детский горшок, в другой сумка. Пробираясь к дверям, тычет горшком мужчину, стоящего впереди. Мужчина, вы сходите? Он посмотрел на горшок и говорит. Нет, я до дома потерплю. Самый хороший учитель в жизни, опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Авария на повороте. Один водитель кричит другому. Ты что, зараза, поворот не включил? Зачем? Я же здесь всегда поворачиваю. Хочешь карьерного роста? Не старайся лезть из кожи на работе. А то станешь на своем месте незаменимым. Тогда точно не повысят. Дед, а у вас тут куда ночью сходить-то можно? А в ведро? Самое сложное в походе в парикмахерскую, это смотреть на свое лицо 40 минут. И не впасть в депрессию. Свет, а давай сегодня сходим вместе куда-нибудь? А, ты что молчишь? А второго сына мы назовем Сережей. Опытная дама делится с молодой. Совсем недостаточно найти клевого мужчину. Надо еще узнать, на что он клюет и какой у него крючок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...